Книга «Открытым оком», пятый том. Вопрос 1486. Разбор выступлений. Пришлось прочитать вопросы Юрасова отца Андросия, архимандрита Ивановского женского монастыря, и ваши комментарии на них в книге «Открытым оком», том четвертый. Почему так непримиримо, жестко сделали разбор? Когда первый раз читаешь, то кажется, что вы отвечали со зла, чем-то он вас допек, и это вы ему в отместку. Потом, когда второй раз прочитал, уже по-другому выглядят все его ответы, которые вначале мне казались такими верными. А теперь на свое вчерашнее состояние смешное смотреть. Знает ли отец Амбросий об этой книге, и если знает, то как он отреагировал? «Была ли до этого между вами переписка, и не скрыта ли в прошлых ваших отношениях как бы в прелюдии дорожка к этим жестко бескомпромиссным вашим разборам в его ответах?» Отвечает Игнатий Тихонович Латкин. «Я ему написал сразу же, что готовлю разбор его ответов. Потом регулярно сообщал ему о выходе книги и сообщил о нашем сайте, где размещены все восемь книг, вышедших у нас в 2002 году. Но ответа нет, как и не было. Обычно он открытку с видами монастыря пришлет, и все. Но в этом году он прислал открытку такого содержания. Возлюбленный о Господе Игнатий, сердечно поздравляем вас с великими праздниками Рождества Христова и Богоявления. Христос Спаситель дал заповедь. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» Матфея 5,9. «Старайтесь все дни жизни вашей всем нести мир, примирять поссорившихся, заступаться за слабых, утешать унывающих. Молитесь за тех, кто причиняет зло. Господь поможет, и злые духи отойдут от них. Святые отцы говорят, что грех кладет печать не только на душу человека, но и на его поведение и внешний вид. Если вы хотите выглядеть здоровыми, духовно красивыми, избегайте греха. С любовью о Господе, Архимандрит Амбросий, насельницы свято-введенского женского монастыря города Иваново, 2002-2003 годы, Рождества Христова. Летом я был в Сибири, хотел заехать, но были сильные дожди, дорогу размыло. Мне не совсем ясно, даже читал ли он то, о чем вы спрашиваете. Но до этого он написал мне письмо, и я на него ответил так. Московская патриархия, Ивановский свято-введенский женский монастырь от 8 мая 2001 года, город Иваново, улица Базисная, 23, телефоны. «Христос воскресе и возлюбленный о Господе Игнатии! Бог любит тишину» — это непрямая цитата из Нового Завета. «Дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу» — 1 Тимофея 2, 2-3. «Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, как мы заповедовали вам». 1 Фессалоникийцам 4, 10-1. Это та тишина, о которой говорит преподобный Серафим Саровский. «Стяжи дух мирен, и вокруг себя тысячи спасутся». В прошлый год мы рассылали пасхальные поздравления по многим монастырям. И по обычаю к поздравлению приписали несколько слов из святых отцов. Там было сказано «Любите обитель, любите уединение и помните, как в басне голубок полетел на волю и воротился, ощипанный с переломанной ногой и вывихнутым крылом». Свидетель Феофан Затворник. «Мы подумали, что это для всех полезно, это общая проблема. Послали всем, с кем ведем переписку, и тут приезжают братья одного из монастырей с обидой. Вы это только нам написали, мы много ездим по стране, вот вы нас и обличаете. Да нет, говори, мы лично вас не имели в виду. Это предостережение святителя Феофана всем полезно». Так и тут. Мы всем пожелали тишины, ведь она угодна Богу, и никакого подвоха здесь нет. А если нас это как-то затронуло, значит, этой благословенной тишины нам пока еще не достает. И мы подчас уподобляемся людям, которые сами себя заслоняют пред Богом. Не принимают в смирении сказанное, а защищаются цитатами. С любовью о Господе, настоятель и духовник свято-вивенского женского монастыря, архимандрит Амбросий Юрасов. «Мир вам, дорогой отец Амбросий! Получил от вас письмо на вопрос о том, что Бог любит тишину. Отвечаю, Бог творит все, что хочет. И утро, и вечер, тишину, и бурю, и благоденствие, и засуху, и допускает революции». В подтверждение этой своей фразы вы приводите 1 Тимофея 2.2. «Молиться за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте». Здесь «тихую и безмятежную» означает как раз то, чтобы не участвовать в революциях, мятежах, имея мир с Богом. «Чуть выше апостол Павел дает наставление не в тряпочку сопеть, но воинствовать, как добрый воин. А если бы в тишине, в закутке сидел отец Амбросий, то его КГБ не шерстило бы, и церковное начальство не толпло в ступе, и пикеты, и голодующих он не выставлял бы». 1 Тимофея 4.10.11 «И усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам». Говорит не о схеме, не о монастырской стене, а о жизни в святости, не в блуде, не пускозвонить, а работать, работать своими руками, а не компьютерными и биржевыми играми заниматься. Я-то спросил не от обиды или задела меня, но от того, что сегодняшнее православие – это новая лжерелигия апостасийного покроя, выпаренная в пробирках КГБ, рожденная от блуда митрополита Сергия с НКВД, декларация «Тихо, заткнись, поп, ход откуда и высвечивает, Бог любит тишину». Тут в самом смысле шиканье «Заткнись, поп, дали тебе кормушку у кадила, колокол свечи, вот и копти и бей, сиди тихо, а то по миру пойдешь». А Господь посылает на войну своих воинов. Ефесянам 6,14-22. А в ваших словах слово «Тишина», не кажется ли и вам это? Звучит слово «Дайте покой нам, не тревожьте нас». Повторю, что пока на земле дьявол в великой ярости, откровение 12,12, рыкающий, то верующим не тишина предлежит, а проповедь. «Как шум, вот многих, и голгофа, гром, сражения». В предисловиях книги «Эсфирь» прочтите. «Вот ужасный шум, гром и землетрясения. Идите по всему миру, не от мира прятаться». Придумали же совершенно не евангельский путь. Это веками освещаемо заблуждение и погубило языческую Русь. И о голубке это относится не к делу, а к отрекшимся от заповеди Божией идти и благовесствовать миру Евангелие. Пример антиевангельский. И слова Серафима Саровского о духе мирном не подтверждаются ни жизнью, ни Библией. Все это выдумки человеческие. Апостол Павел имел ли дух мирен и тишину? Но говорит, что с ним один Тимофей остался. 2 Тимофея 1.15.4.10.16. «До Лука. Златоуст ли не был мирен, а Давид?» Псалом 119.7. «Я мирен, но только заговорю, а не к войне». Матфея 10.34. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Мир в душе с Богом, с братьями. Но борьба с сатаной и его клеветами. И может статься, что, имея дух мирен, ты вокруг увидишь ненависть, предательство и ни одного спасенного». Выражение Серафима должно звучать так. «И тогда могут спастись тысячи, если Богу угодно. Но однако же этого нет. Может быть, нигде. На лето приезжайте в гости. Храни вас Бог, Игнатий». 21 мая 2001 года.